Добрый день! Сегодня в программе Open Ring известный казахстанский боксер Орлан, ныне успешный боксер на профессиональном ринге, любимец публики Руслан Марсатаев. Руслан, здравствуйте! Рады вас видеть сегодня. И первый вопрос, как складывается ваша жизнь на данный момент? Вы несколько чуть-чуть потерялись от поля зрения зрителей? Все нормально, я считаю. Жив-здоров, все родные живы-здоровы. Конечно, уже такой возможности нет, как вот раньше в Орландии в сборной себя проявлять. Но стараюсь в профессионалах что-то показать. Нет-нет, повыпадает время даже. Чуть-чуть тренером, ну, как бы себя пробую, ребят, немножко там что-то учу, чему-то учу. Так жизнь идет дома, в основном в Алма-Ате. Тренируюсь, работаю с Ханатом Алтаевым. Сколько встреч вы провели на профессиональном ринге на данный момент? Восемь вообще провел. Ну, так получилось, что две встречи там не получилось как-то зарегистрировать, зачетку занести. Ну, ничего так, значит, надо было. Ни одного проигрыша? Ну, вот, аль-хамду-ля, не тупо. Руслан, вы достаточно известный как боксер любительского бокса, звезда Астана Орландс, да, в течение четырех лет зажигали. Я, как свидетель, могу сказать, что ради вас оставались, да, все до конца, да, чтобы увидеть ваш бой. Профессиональный ринг. Отличие профессионального ринга от любительского, от Астана Орландс? Ну, я скажу, примерно, Астана Орландс с профессиональным, что-то похожее, да, система подготовки. Ну, она отличается от олимпийского любительского бокса, но вот орландсовская подготовка и профессионального немножко, ну, она похожа, да. Ну, есть отличия. В профессиональном боксе там много уделяется на физическую подготовку, например, не как вот сборная национальная, а вот олимпийская, там много техника, вот такие вещи. Помимо спорта вообще жизнь профессионального боксера, в обеспечении, в, не знаю, в тренировках, в поиске тренеров, менеджеров. Уже три года боксирую в профессионалах, я, конечно, не очень много боев провел, есть на это свои причины, есть с менеджерами. Ну, я думаю, Миша-Аллах у нас будет развиваться, со временем все это, я еще застану это время. Вы верите? Я верю в себя, я в себя всегда верю. Ну, вы, я говорю, как ваш болельщик, да, который следит за вашей карьерой в течение последних нескольких лет, что вы действительно на воле выигрываете, то есть немаловажную роль играет характер. Я пришел в 17 лет, можно сказать, я пришел на бокс, и мне через месяц 17 лет исполнилось. Я вот помню, первый раз я зашел в зал, меня не брал тренером на тренировке. Тебе сколько, говорит, лет? А я с работы шел, такой весь грязный, там, это, с сумками, там, я работал официантом, да, разносил еду. И он говорит, сколько лет? Я говорю, вот тебе 16, мне через месяц, полтора, 17. Иди отсюда, говорит, тебе поздно. Я говорю, ну, можно я для себя, я хочу. До бокса я много уличных потасов, ну, так получалось. Сам по себе боец, да? Ну, не то, что боец, ну, почему-то я с села приехал в город учиться, а там немножко, как взгляды другие, понимания. И приходилось много в уличных потасовках, в драках. Ну, хотя я профессионально мало занимался, где-то футболом немножко, рукопаш, но я достаточно нормально дрался в уличных драках. Я зажегся боксом. Я один сон увидел, честно скажу, да, я во сне увидел перчатки, ринг. И я увидел один, случайно увидел Олимпийские игры в 2000 году, я увидел одного тяжеловеса. Мне так где-то зажгло, ну, правда, я только через два года пришел, если мне попасть на бокс. Я работать стал, ну, днем учился в школе, вечером работать выходил. Я пришел в зал, мне тренер еще не берет. Ты, говорит, уже старый, говорит, у меня чемпионы страны есть в твоем возрасте. Через сколько лет после того, как вы пришли в этот зал, вы поехали на Олимпиаду? Ну, я в 2002-м пришел в зал, через 6 лет я попал на Олимпийские игры. Руслан, ну, это достойно вас ощущения. Ну, я, честно скажу, я хорошо, неплохо учился, да, всегда. Кто был первым тренером? Владимир Рослов, первый мой тренер, который вот меня обучал. Ну, я, интересная с ним история. И я, когда пришел к нему, через три месяца он мне, два месяца он выставил на соревнования. В первом же бою я победил нокаутом. И он мне сам сказал, ты не бросай, говорит, бокс. Один раз на тренировок сказал, ну, он мне так, как бы, по приколу. Сынок, у тебя нету таланта особо, но ты, говорит, очень трудолюбивый, говорит, ты любит и терпливый. Это может свои тоже результаты дать. Он мне всегда говорил, что я особо не талантливый, но я, например, я вот, например, хорошо я учился, да, неплохо. Но я мне так влюбился в бокс, я утром, мама думала, я шел на школу, а я шел на тренировку. Я потренировался, пришел домой с портфелем, как будто уже 10 класс, как будто я со школы. И я опять посплю, чик, покушаю и опять иду на тренировку. И когда я вообще первый раз на соревнования попал, я нокаутировал человека, я удивился сам. И он мне сказал, что я вообще не бросал. И сам мне стал помогать где-то, где-то деньгами, где-то там одеждой там. Ну, честно скажу, учеба у меня плохо стала. Вы закончили школу? Я школу закончил, но мне так получилось, что пришлось в своем селе вечернюю школу закончить. Кто вас пригласил в Орлан? Вы в Орланца тренировались с Ковальчком? У меня так получилось, после Олимпийских игр я потерялся на год, на 9 месяцев. Такие проблемы возникли опять, что меня со здоровьем нашли. И меня запретили боксировать. Меня нигде не стали допускать соревнований. Около 4-5 соревнований меня просто, я приезжал, меня снимали. И он говорит, у него со здоровьем. Ну, я не отчаивался, я стал занимать деньги, стал сам готовиться, ездить в Узбекистан, поеду на соревнования, в Бишкек. Как независимый участник, да? Ну, я представлял свою страну, но я скрывал, что меня запретили по здоровью. Ну, я достойно очень выступал. Я в Узбекистан два раз ездил, два раз чемпионом Джексона турнира стал. Это очень крупный турнир. В России чемпионом стал. Ну, это я все скрывал. В Бишкеке выиграл турнир. Ну, чтобы они не знали, что меня запретили. Ну, потом сменировался главный тренер, все руководство сменилось. И шел турнир в Чемтенте, шел турнир памяти нашего героя Абдалиева. И в финале встретился с очень хорошим бойцом узбекистанским. Он сейчас в профессионалах около, я не знаю, но он титулы уже завоевал. Если честно, многие не думали, что я побьюсь, ну, выигрывали что-то. Ну, мне, как, Сивишки помог, я нокаутировал в первом раунде. И меня опять заметил главный тренер. И он мне сам подозвал, сказал, ну, как ты себя чувствуешь, здоровье. Я говорю, ну, а что я скажу, все нормально, конечно. Он, все, давай, на сбор поедешь. Я опять поверил своей силой. Такое возрождение, да? Да, я поверил силой своей, и тренер меня похвалил, главный. Ну, и начался год. Ну, и опять что-то как-то не так. На чемпионате Казахстана уступил бойцу нашему, известному тоже. Ну, позже он завязал с Чиркента парень. Что-то опять не так пошло. И, в общем, я не попал на азиатские игры. И мне пришло, поступило предложение, какой-то новый проект, где-то Астана-Орландс. Кто с вами связался тогда? Я тогда работал с Каримом Махмудовым. Это вот очень известный специалист. Нас знают в Казахстане. Он тренировал Олимпийскую, чемпионы готовил. Я тогда с ним работал. Он говорит, вот такой там проект открывает. Ну, я говорю, открывать давай вперед. Ну, лишь бы, чтобы я не заржавел, надо драться, что-то делать. Сколько тяжело было перейти на пятираундовые поединки? Я всегда смотрел на других людей. Я всегда смотрел профессионалов. Я смотрел, если они, всегда говорил, они же такие же люди. И если они могут, почему мы не можем? Мы же тоже люди. Конечно, процесс подготовки очень удивлял. Немножко по-другому подход. Себя готовишь. И вроде как бы все неплохо началось. Первые бои. Первые бои. Ну, уже во втором бою, как бы, не то что нарвался. Я почувствовал, да, что профессиональный бокс. Ну, по-любому в ЕСБИ это ближе к профессиональной уже, как бы, манере. Я почувствовал и понял, да, что это другой совсем бокс. С кем вы встретились? Я встретился с чемпионом мира Магомедом Меджидовым. Тогда малоизвестным боксером? Тогда, да, его не особо знали. Ну, и я встретился с Меджидовым. Ну, вообще другой бокс. Конечно, мне обидно, что я проиграл. Тогда еще счет решающий, я бой выходил. Ну, у вас всегда решающий бой. Два-два счет. Это меня очень напрягало. И бой начался. Ну, я сейчас не жалуюсь, да. Какой-то просто один нехороший человек, вот так, сдалека лазером мне начал глаза светить с трибуны. Ну, я, это, конечно, все, как туфта, можно сказать. Это сейчас, может, отговор. Ну, и это меня начало сбивать. И что-то не так пошло с первого раунда. Я очень много начал передние руки пропускать удары. И на момент даже, я понял, что-то мне видеть, да, плохо я стал. И меня тренера ругать начали. Бейба-то, говорит, ты что, чуть-чуть проснись. Бейба-то из Жанна, да? Бейба-то из Жанна мне говорит, проснись, проснись, давай, вот, на, давай. И первый раунд я проиграл в одну калитку, и второй я в одну. И уже с третьего что-то мне начало получаться. Я прибавил темпы. Более-менее, я считаю, что третий, четвертый раунд я выиграл. Ну, пятый он мне тоже все равно накидал немножко. Ну, я до конца дрался, что мог я сделал. Ну, он тоже очень устал, он вот так уже, я смотрю, тоже шатает. Ну, короче, бились очень жестко. Он мне сильнее был, и я это признаю в тот момент. Ну, потом я многие годы, я хотел встретиться с ним и доказать нашим болельщикам, что я не хуже. Хоть он и чемпион мира, и именитый боец. Я хотел сам себе доказать. Просто мне немножко обидно стало то, что мои соотечественники очень оскорблели меня там в комментарии. В социальных сетях, да? Да, что оскорбительно. Даже один такой комментарий мне, один братишка говорит, там, извиняются, что какого-то колхоза привезли пастуха, что он так опозорил страну. Ну, мне это, конечно, обидно было. Я всегда говорил, если они штаны носят, зачем они так пишут? Тем более, зачем своего так опускать? Я повторюсь, да, ваш бой обычно всегда был последним, ну, если не меняли. И он, и всегда зритель оставался до конца, чтобы посмотреть именно ваш бой, самый зрелищный бой Руслана Марсатаева, потому что всегда вы показывали очень красивый бокс. Для вас какой самый поединок был запоминающийся, самым зрелищным? Я помню, один парень из итальянской команды, темнокожий боец, очень, очень настырный. Из Италии Сандерс, да? Да, и я встречался еще с одним бойцом из России, Кольчугин Сергей, очень тоже крепкий боец. И вот эти два боя, особенно я хотел выделить вот эти два и Меджиду, три боя, они просто для меня. Меджидов у вас как с ноготочием остался бой, кажется. Да, просто он не то, что у меня были потяжелее бои с любительством, просто меня задело то, что наши же меня так унизили. Что случилось после «Орландцев»? Какие-то были жизненные там трудности, ну, в семье что-то какие-то эти случались. Один меня, как в случае, чуть-чуть сбил с колеи. Один человек меня сбил, как бы. Сбил? На машине сбил, но я рад, что я выжил при таком ударе, ноги инвалидами остаются. Он ему вот так погнуло там раму и выбило лобовое стекло. Когда он меня привез в больницу, доктор увидел машину его, и то, что у меня ни одного перелома, трещины, и то, что органы все на месте. И то, что он удивился, что он мне голову не зацепил, ну, все тело, на тело, на спину удар принял. Ну, он говорит еще, ты родился второй раз, ну, не бред. Он узнал мне тоже, оказывается, он болельщик бокса. Он сказал, ты сегодня еще раз родился заново, ну, таких, после таких ударов люди или инвалиды, или, ну, тебе повезло. Я очень рад, что я выжил, хвала Всевышнему. Ну, просто мне не понравилось то, что вот этот парень сбил. Ну, если честно, вот так, как мужчина, да, я его попросил. Ну, брат, мне не надо тебе, от тебя там ничего, хотя там менты прибежали, те люди там говорят, вот его, его сдали. Вы заявление не писали? Да никакого заявления. Просто я ему говорю, ты мне завтра можешь, брат, по-братски, да, этот, МРТ давай мне оплати, и все, у меня так спина болит. После удара какой-то болевой шок, четыре дня я не мог с кровати встать просто, мне приходилось до того лета ползком идти. Он все-все, брат, вот я завтра-то я свожу, я позвонил на следующий день, он отключил, я потом еще через час-два, я звонил целый день, он, короче, побрил меня, скинул, да, вот. Потерялся? Потерялся, да, ну. А вы заявление не написали? Не, я такое не буду писать, зачем мне заявление? Вы его больше не видели? Я его не видел, но если он меня увидит, братуха, так тоже чисто по-человечески, да, так нельзя делать. Чисто как в Вилькинске, так у меня просто такой момент был, у меня даже на МРТ в тот момент не было оплатить, так у меня в жизни трудности появились. Так нельзя, да, делать, брат, если увидишь, не увидишь, Аллах Валим, ну, просто я тебе по-братски, да, ну, говорю, просто помочь попросил. Хотя я тебе помог, тебя могли бы и закрыть, и менты, и пацаны приехали, хотели тебя, тачку забрать, там, это. Ну, я сказал ему, харапай ему, адам, ну, какой с ним он, у него там семья, дети, он кормит, бедолага. Да он просто МРТ мне, пусть сделает, и все. А он взял, как последний, конченый, шакал, да, ну, скрылся, короче. Ну, как мужик, так не делать ты, как не мужик, да, если увидишь там. Ну, я скажу честно, я выжил, я рад очень, что я жив остался. По Аллаху Ишнему, я жив остался, ну, а то, что если так получилось, значит, я где-то в жизни, наверное, тоже что-то такое сделал, что это мне вернулось. По-любому, все просто не может быть. Это закономерно, да. Последний вопрос, Руслан, какие планы? Хочу одно сказать, чтобы как там не говорили, что не думали, я хочу боксировать дальше, хочу до своей цели дойти. Хочу в стране какую-то пользу принести, чтобы потом говорили, что вот был в Казахстане, когда-нибудь, да, чтобы мои дети или внуки, если будет, что вот наш Пахан Аташко бойцом был. Стану я, не стану, конечно, чемпионом, только Сиуш не знает. Но я готов идти, стремиться и буду, ну, постараюсь дойти до цели. Ну, как только Сиуш не знает, получится, нет, ну, а так я стараться всегда готов. Ну, я лишь скажу, что в истории вы уже оставили след, как лучший боксер WSB. Ну, когда-то был, да, я очень рад, что меня признали. Да, как чемпион мира по версии WSB, многократный чемпион Казахстана. Спасибо, Руслан, вам большое. А я хотела бы напомнить, что спонсором нашей программы является компания «Аврора» с торговой маркой «Акмосэп». До новых встреч, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok